приветствую всех на своем канале в прошлом видео я показывала видео про ремни машки и рассказывала что купила новую орхидеечку а показать про нее не смогла так как сел телефон сегодня хочу вам ее показать конкретненько это миничка орхидеечка я купила ее вот в этом горшке просто была присыпана вот так вот сейчас покажу подробно вывалилась из горшка вот так она была и вот так присыпанная все я взяла думаю ремни машечка неплохая 58 гривен цвет неизвестен неизвестно так неизвестно взяла как все орхидеек берут за вот этот цветоносик попробовать как она плотно держится или нет на раз и выпало из горшка ну ну и я решила ее подобрать цвет не знаю какой вот это вот срочно нужно все убрать так как вот чтоб там не появилась чернота потому что из-за этого плотного мха и торфяные стаканчики бывают стоят начинается гниль корней и вот видите и сейчас хочу вместе с вами разобрать ее и освободить от х для того чтобы не такой прессованным был ее можно посадить в мох но нужно освободить шейку для того чтобы не гнили корешки видите если оставить в таком плотном мхе там внутри все мокрое здесь она высохла все просохла а внутри вон все мокрое и когда мы смотрим на корни они вроде бы серебристые пора поливать мы начинаем их поливать а поливаем мог внутри мокрый он еще больше мокнет и от этого наши орхидейки начинают гнить мы думаем что мы им делаем лучше а оказывается делаем хуже для того чтобы такого не было нужно освободить наши орхидейки чтобы корни дышали чем больше доступа воздуха к корням тем быстрее они просыхают и мы видим уже и конец корней и серединка одного цвета и тогда уже знаем когда поливать сейчас ее освобожу а то я не могу освобождать и говорить одновременно про эту орхидейку освобожу и покажу каком она состоянии вроде бы неплохие корни плотные листики плотные наверное ее вовремя еще купила и мне повезло и не надо будет ничего ей делать никаких процедур немножко эти сухое можно сильно не очищать мох лишний чуть-чуть там побудет ничего страшного посмотрите корневая хорошая все у нее хорошая посадите ее хочу в этот же в эту же кору в которой она продавалась только без плотного уплотнения мха вот я вынула все из серединки посажу в эту же кору у меня есть такой такой горшочек это у них купила там смотрите и будем делать сегодня посадочку он как бы маленький аккуратненький для орхидеечки в самый раз смотрите что буду делать на дно насыплю керамзит горшочек вот снимается как бы под дончик и водичка будет уходить это не кашпо это с дырочками горшочек теперь чуть-чуть насыпем коры теперь возьму этот мох и с одной стороны вот так сделаю в бок одну сторону поставлю мхом выкладываем орхидейку и засыпаю ее корой видите здесь кора и керамзит все вместе в пересыпку ну так она росла пусть уже таки растет и не буду менять ее среду так же как в магазине придумали и по краю горшка этот мох я тоже уложу корни не накрываю мхом по краю горшочек как раз все хватает и пусть она так адаптируется мы освободили воздух к корням и вот таком состоянии моя орхидеечка будет расти и радовать меня посмотрим когда она зацветет вроде бы ничего у нее серьезного черного никакого нет состояния корни в хорошем состоянии будем с вами наблюдать и следить за этой орхидеечкой поливать я ее буду через дня два сегодня так как я ее освободила могла надломить там корешочек небольшой в разных местах и чтобы не занести туда инфекцию пока поливать не будем все отлаживаем ее это была посадочка мини орхидейки которые я купила в уцененочке а теперь я вам хочу показать тоже мини орхидейки их полюбила так как они компактные аккуратненькие можно посадить в один горшочек и будут свести обе разных цветов это я посадила фиолетовая бабочка а это желтая бабочка и посмотрите как компактно они будут смотреться в одном горшочке две орхидейки и я их тоже полила немного водой которые мандарины настаивала и посмотрите моя бабочка дала или корешочек или цветоносик смотрите какая прекрасная новость не знаю что это похоже на корешочек а может цветоносик вот посмотрим а вторая ничего не дала эту орхидейку я купила в магазине а эту я купила в интернете вот он тоже чуть-чуть подмороженная была но это желтая она мне очень понравилась а вот тоже корешок она пустила молоденький то есть и это удобрение тоже понравилось это не химические удобрения это просто удобрение взяла мандариновые кошечки а вот новость смотрите вон цветонос точно уже видите вон цветоночек лезет то скорее всего корешок а вот это будет цветоносик ура я вам наконец-то покажу как зацветет моя бабочка она так красиво цветет замечательно горшочек двойной с двойным дном посмотрите здесь постоянно вода растет в керамзите и мои орхидеи очень прекрасно себя чувствует я их не купаю дай покажу людям я беру такую щеточку и просто протираю им листочки от пыли а купать не купая зимой свои орхидеи только протираю листочки и поливаю по краю горшочка и на дне постоянно вода все вот таком состоянии реанимашки вам показывала прошлом видео а вот еще одна моя орхидеечка пустила боковую почечку она я подкормила мандариновыми кошечками курать корочками настойные в воде и она пустила почку а вот такие мои прекрасные орхидейки продолжают цвести и радовать это прекраснейший чармер он днем еще более насыщен а эту орхидейку я так и не узнала название как она называется если кто знает напишите очень интересно узнать подписывайтесь на мой канал спасибо всем за внимание оставайтесь со мной до свидания